Приветствую вас, дорогие братья. Приветствую. Несколько слов о себе, в качестве представления общего. Я сам начал служение в церкви города Бреста, в Белоруссии. И там я начал служение как руководитель молодежи, затем диакон. Потом, когда появились возможности, и начал развиваться богословское образование, я уехал в Москву учиться в московскую богословскую семинарию, которую закончил в 1997 году. После этого я вернулся в Минск, и мы там начали Минскую богословскую семинарию. Там трудился я три года в качестве академического декана, затем в 2006 году стал ректором. Затем в 2002 году мы объединили семинарию, библейский колледж и библейский институт в одно учебное заведение, которое и сейчас работает, я являюсь ректором его. У нас несколько факультетов. Богословский факультет, очная и очно-заочная программка. Очно-заочные программки музыкального факультета, педагогического факультета. И библейский колледж, как часть семинария, это двугодичная очная программка. Осенью мы начинаем новые программки, такая как факультет благовестия. Потом новая программка преподавания Библии сегодня для тех, кто ведет разборы Библии в церквах. И новую программу совершенно, тоже начинаем осенью, библейское консультирование. Но это все, если Господь позволит, если Господь благословит. Кроме того, на базе семинарии нашей работает Международный библейский институт, TCM International, может кто-то слышал из вас. Их база находится в Австрии, я являюсь директором по Белоруссии этого института. И у нас студенты обучаются там на магистрской и на программе сертификата. Ну, как и все вы, я совершаю служение в церкви, я являюсь пресс-фитером в церкви Святой Евангелии, одной из церквей города Минска. Мы бы так назвали Вторая Баптийская церковь. Примерно 500 членов в этой церкви, у нас три пресс-фитера, я один из них. Но я чаще отсутствую, посещаю другие церкви, поскольку занимаюсь другим служением. Являюсь заместителем пресс-фитера по области. Ну, и посещаю другие церкви, провожу разные занятия, встречи, конференции, проповедую. Участвую в работе Трансмирового радио в Белоруссии с самого начала. Я помню, у вас в Курске была студия когда-то. Вот не уверен, сейчас, наверное, уже она не работает, да. У нас в 91-м году началась работа белорусской редакции. И вот до сих пор мы работаем и готовим программы, пять программ белорусской редакции. Ну, и продолжаю учиться. Когда-то я закончил московскую семинарию, затем Международный библейский институт по программе магистра. Сейчас занимаюсь вместе с Международной баптистской семинарией в Праге и Университетом Уэльса по докторской программе. Вот это бесконечный процесс учебы, учебы и учебы. Вот, чего и вам желаю, братья. Учиться и учиться и учиться. Ну, сейчас мы перейдем, наверное, к нашему предмету. Переходим к предмету Гомелетика. И первый раздел это необходимость и важность проповеди. Это своего рода введение. Необходимость и важность проповеди. Один пожилой проповедник подошел к молодому проповеднику и спросил, сколько тебе, сколько лет? 25. И пожилой проповедник ответил, ты не имеешь права проповедовать, потому что Христос начал свою проповедь, когда ему было 30 лет. Вот тогда молодой проповедник спросил у пожилого, а вам сколько лет? Он говорит, уже больше 40 лет благословенного служения словом. Молодой проповедник ответил, ну тогда вам надо заканчивать побыстрее, потому что Христос закончил 33 с половиной. Конечно, я думаю, редкий проповедник уйдет со своего поста, потрудившись даже 30 или 40 лет. Вот и он будет восходить на кафедру, пока есть силы, и даже если не будет сил. По преданию апостола Иоанна, когда он уже был глубоким старцем, приносили в собрание, и он проповедовал. Правда, его проповедь была очень короткая. Он говорил, дети любите друг друга. Вот, но такой была ревность его и желание проповедовать. Я сам проповедую уже больше 25 лет, но не имею еще глубокого познания проповеди. Вот данный труд, то, о чем мы будем говорить, и я буду передавать вам, это, ну я бы так сказал, это желание нашедшего кусочек хлеба поделиться с другими голодными. Вот, немножко передать вам то, что сам узнал. И к тому же, я думаю, вы сами исполнены мудрости, сами можете наставлять друг друга. Ну а самое большое желание мое, чтобы Дух Святой по своему обещанию научил вас всему, как говорил Христос. Он научит вас всему, в том числе и искусству проповеди. Надеюсь, и этому Дух Святой нас научит. И предметом нашего исследования, рассуждением будет гомилетика. Вот, я должен дать несколько вводных таких определений, учитывая, что этот курс будет для многих студентов, не только для вас, может быть, для тех, кто даже не знает самых простых вещей. Вот, предмет нашего рассуждения – гомилетика. Гомилетика происходит от греческого слова «гомилия», которое обозначало беседу с одним человеком или собранием лиц, и впоследствии оно получило значение речи, произносимой в религиозном собрании. В отличие от беседы, у проповеди есть определенный предмет, определенная мысль, которую надо развить. В отличие от лекции, проповедь отличается от лекции тем, что в нее есть чувство, или проповедник вкладывает в нее чувство, которым старается передать эту истину при помощи чувства, не только какие-то мысли. И эту истину, вот различие между проповедью и лекцией, хорошо иллюстрирует один пример. Как-то молодой проповедник спросил у своего отца, старого проповедника, «Папа, всегда, когда я выхожу на кафедру, у меня колотится сердце и трясутся колени. Вот ты проповедуешь уже много-много лет, долгое время. Скажи, когда это прекратится?» И отец ответил, «Сынок, когда это прекратится, тогда ты уже не должен выходить на кафедру». То есть пока у нас есть это чувство, тогда мы можем проповедовать. Если уже нет чувств, и проповедь превращается в лекцию, уже нам надо, наверное, заканчивать, проповедовать. Есть много определений проповеди. Вот я приведу только пару определений, которые послужили основой книги, о которой я потом скажу и нашего курса. Что такое проповедь? Проповедь это... Проповедь это вдохновенная Духом Святым, тщательно подготовленная речь на основании текста Священного Писания, обращенная к определенной аудитории с определенной целью. Проповедь это не произведение ума, не то, что вот нам пришло в голову только, когда мы размышляли. Это результат воздействия Духа Святого. Это первое. Но при этом проповедь не остается вот просто... Или проповедник не остается просто пассивным орудием в руках Духа Святого. Он работает. Поэтому мы говорим, что проповедь это тщательно подготовленная речь. Он ответственно трудится. И хорошие проповедники, и даже известные в наше время, такие большие известные проповедники, они тратят на проповедь по 12-15, а то и более часов. И, конечно, их проповеди известны, печатаются, распространяются и оказывают большое воздействие и влияние на других. Далее написано проповедь, основанная на Священном Писании, основании текста Священного Писания. Не на данных психологии, не на современной литературе, может быть, газетах, журналах или книге очередной, которую прочитал проповедник. Она основана на Священном Писании. И проповедь направлена не всем людям вообще. Не для всех. Она направлена конкретной аудитории. Мы знаем нужды аудитории. И самая лучшая проповедь, она отвечает на нужды аудитории. Это обращена к определенной аудитории. И проповедник ставит перед собой определенную цель. Или обратить людей, или произвести назидание, или вещание, или обречение. Проповедь произносится с определенной целью. Есть еще одно определение, вот для тех, кто любит определение покороче, может быть не хочет много запоминать. Вот, пожалуйста, короткое, мне нравится. Проповедь есть «Возвещение евангельского учения о нашем спасении в живой речи перед народом». «Возвещение евангельского учения о нашем спасении в живой речи перед народом». Нет нужды много говорить о важности проповеди, хотя об этом стоит напомнить. И, наверное, в один из дней я уделю больше внимания вопросу важности проповеди. Но случается, что проповедь действительно не занимает надлежащего места сегодня в служении проповеди и проповедника. И, наверное, сами свидетели тому, нас призывают сокращать количество проповедей. Вот, может, сокращать сами проповеди, поскольку люди разучились слушать. А может быть, мы разучились говорить. Нас призывают делать проповедь легкой и неформальной, насытить ее юмором, вызывающим интерес примерами. В некоторых церквах тенденция есть заполнять время музыкой и пением. И все это хорошо, но если при этом человек останется голодным, не получит хорошей духовной пищи, он останется голодным. Потому что музыка, слово, музыка, пение, они готовят почву. Но что, если почва готова, а слова нет? Я хочу обратить наше внимание на Господа Иисуса Христа и на апостолов. Вот, посмотрите на Иисуса Христа. Что было самым важным в его служении? И что сказал Иисус Христос, когда его отвлекали от его важного служения? Он сказал, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Было самым важным в его служении свидетельствовать об истине. Посмотрите на апостолов. Как трудились и что делали апостолы. Вспомним 6 главу книги Деяний. Она рассказывает о большой проблеме в церкви. Помните, когда вдовицы были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей и произошел ропот. И нигде ни в каком месте писания, я думаю, не сказано так хорошо о задаче проповедника и особенно о задаче пресвитера в служении. Обычно вот этот отрывок 6 главу Деяния апостола мы используем для того, чтобы, когда мы рукополагаем диаконов. Вы, наверное, помните, иногда прочитывались эти отрывки, когда выбирают исполненных духом братьев и поставляют на служение диаконов. Но я думаю, даже важнее его использовать, когда мы выбираем пасторов или миссионеров. Потому что этот текст хорошо говорит о служении пасторов и о служении проповедников. Помните, что случилось в церкви? Вдовам недоставало дневного пропитания. И не должна ли церковь восполнить их нужду? Ну, по-нашему. Пресвитер должен все бросить и заняться вдовы пренебрегаемы. Вот что может быть страшнее и хуже в церкви? Не должны ли пресвитеры даже позаботиться о нуждающихся? Один пресвитер говорил, я должен заботиться как о духовном хлебе для людей, так и о физическом хлебе. Поэтому он взвалил на себя ответственность за гуманитарку, потому что он должен отвечать за все. Конечно, церковь должна заботиться о бедствующих, но смотрите, что сделали апостолы под ведением Духа Святого. Что они сделали? Они решили, это большая проблема, но не самая важная. У нас есть дела поважнее. Мы не можем оставить слово Божие. Вот что сделали апостолы. Они сказали, нехорошо нам, оставив слово Божие, пишись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя людей, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. И вот этот отрывок, как нельзя лучше, говорит о приоритетах служителя, о самом важном в служении пресвитера, в служении проповедника. Потому что каждый из нас, каждый служитель ежедневно стоит перед выбором, что выбирать, хорошее, лучшее или самое лучшее. И даже в служении церкви иногда сатана хочет нас отвлечь от самого лучшего, он хочет, чтобы мы занимались просто хорошим. Но есть самое лучшее и самое важное. И сатана не хочет, чтобы проповедники уделяли внимание слову и молитве, зная, что это ведет к росту церкви, к духовному росту, к количественному росту церкви, как мы об этом читаем и в книг Деяний. И дело не в пренебрежении некоторыми вещами, а в приоритетах. Проповедуй слово. Вот самое важное для нас, я думаю, здесь собрались братья, которые исполнены желанием и решимости проповедовать слово. Проповедовать слово во что бы то ни стало. Когда мы проповедуем слово, тогда мы решаем все другие проблемы. Мы решаем проблему в корне, потому что основная задача человека не сделать его здоровым, не сделать его образованным, а примирить его с Богом. А это можно сделать только через слово. К сожалению, я думаю, у вас такого не бывает, но встречаются еще случаи иногда, когда кто-то может готовиться к проповеди, там, брат заканчивающий, когда говорят первые три брата. Вот еще есть время подготовиться что-то сделать. Или кто-то готовится по дороге на работу или по дороге в церковь, когда он идет на служение. Но я понимаю, что много забот у нас есть других. У нас есть много забот с нашими семьями, с зарабатываемыми денег. И когда я говорил недавно о подготовке проповеди, один брат заметил, ну как я могу готовиться, я работаю по 18 часов в сутки, таксистом, у меня нет времени, мне надо обеспечивать семью. Но я не успел даже ответить, а затем встал другой брат, и он говорит, я работаю по 24 часа в сутки, но я готовлюсь к проповеди. У него 11 детей, больше половины из них приемные. Он очень занятый брат, но он совершает служение пресс-фитера, и он понимает, насколько важна подготовка к проповеди. Он говорит, 24 часа в сутки надо работать, много детей, забот немерено, но я знаю, насколько важна проповедь, насколько важно мое отношение к слову. Вот поэтому я нахожу время даже при всем этом готовиться к проповеди. Вот и каждый из нас, каждый из проповедников должен быть человеком, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Вот поэтому он будет готовиться, совершенствоваться, чтобы выносить из сокровищницы своей новое и старое. Ну и, конечно, заботиться о себе, о своем духовном состоянии одновременно. И мы об этом будем говорить на наших занятиях. Что проповедовать, как проповедовать, обо всем этом в течение этой недели, о том, что и каким образом мы можем научиться лучше проповедовать. Здесь вот такой план, примерный наших занятий, я представлю, о чем мы будем говорить. Давайте мы все сначала представим. После введения своего рода такая краткая история будет проповеди. Мы кратко представим историю Гомилетика, начиная от Христа и до нашего времени. Затем мы поговорим о проповеди. Такой большой раздел, основной раздел это проповедь. Текст, выбор текста, работа над текстом. Затем такой важный раздел, организация материала. Вот мы будем работать и выполнять практические задания, план строить проповеди. На основании каких-то текстов писания. Затем говорить об введении, заключении. Следом раздел актуальность проповеди и иллюстрации проповеди. Как сделать проповедь актуальной, так как сделать проповедь, чтобы она слушалась, чтобы она была интересной, чтобы она была полезной слушателям. Потом раздел проповедования. Здесь мы будем говорить о том, как проповедник должен представлять свою проповедь. Вот и его жесты, его эмоции, речи, слова, скорость речи и так далее. Все, что его внешний вид, то, как проповедник выглядит на кафедре. И последнее, может быть самое важное, проповедник. Последний раздел у нас будет, наш раздел о проповеднике, о том, каким будет должен быть проповедник. О его сердце, о его духе, о его образовании, о чтении. Мы уделим какое-то время и будем рекомендовать хорошие книги для чтения проповедникам. Что важно и что будет полезным. В качестве дополнения, здесь такие темы, как серия проповедей, евангелиционная проповедь. Посмотрим. Вполне возможно, что мы уже не будем затрагивать эти темы. Все, что больше вы захотите узнать, вы можете прочитать в книгах. Вот есть много хороших книг. Вот здесь литература на русском языке, я статус представляю, который вы можете использовать. О, прошу прощения. Вот вы можете использовать книги при подготовке, при работе в проповеди. Вот на русском языке доступны такие, как Джеймс Брага. Некоторые из вас уже читали эти книги, да? Знаете, наверное, уже многие, половину уже перечитали. Вот Джеймс Брага, очень такая неплохая, общее такое введение, как готовить проповедь, хорошее, как подготовить библейскую проповедь. Охватывает процесс подготовки сам. Александренко, тоже такого плана, только другой подход. Проханов, краткое учение о проповеди и краткий курс по гомилетике, который за ним следует, это практически одно и то же. Когда-то такие лекции преподавались на заочных библейских курсах в Москве, еще на основании лекции Проханова. Такое хорошее, краткое, ясное введение. Кто не хочет много читать, но очень ясно можно прочитать о проповеди. Лекции моим студентам Спержина, ну это потолще. Такие хорошие, толстые книги, но зато интересные. Вот она хоть и толстая, но читать интересно Спержина. Он часто пишет даже смешно, интересно. Вот, равно как и добрые советы проповедникам Евангелия. Вот, это книги очень интересные и полезные одновременно. Так что читать Спержина всегда интересно и приятно. Призывная проповедь, изданная Евангелизационной ассоциацией Билли Грэма. Это для тех, кто ревнует о Евангелизационной проповеди. Тоже очень хорошая книга. Ну и некоторые книги посложнее. Такая, как, скажем, Джон Маккартур. Там авторы не только Джон Маккартур, там другие преподаватели его семинарии. Возвращение к разъяснительной проповеди. Вот, ну, более такая глубокая и, может быть, тяжелая для чтения, для неподготовленного проповедника книга. Но тоже очень полезная. Хардон Робинсон, библейская проповедь. Очень полезная книга. Вот, для тех, кто хочет хорошо работать над текстом, изучать текст, исследовать, разрабатывать тему, план проповеди. Вот, ну и Брайан Шаппелл недавно вышла. Джон Стодд, я верю в проповедь. Джон Стодд пишет хорошие книги, вот, в том числе и проповеди. И некоторые другие, наверное, есть у вас, да? Вот, ну, кроме того, вот здесь я привез, мне братья просили привезти мою книгу. Я написал своего рода введение, своего рода введение в проповедь. Такое проповедь, проповедование, проповедник. Вот, то есть, это составлено на основании курса моих лекций проповеди. Особенность этой книги в том, что, ну, во-первых, в том, что это одна из немногих написанных русскоязычными авторами. Вообще мало, в основном мы пользуемся переводами. Во-вторых, по совету одного преподавателя, я над ней работал таким образом. Я брал проповеди известных проповедников, вот таких, как тот же Лютер, Златоуст, Испержин, Весли. И наши русскоязычные проповедники, такие, как Карев, Бычков, Мицкевич и другие белорусские проповедники, которые на русском языке писали. И на основании их проповедей составляли лекции. То есть, если я писал об иллюстрациях, я брал их проповеди и смотрел, как они используют иллюстрации. Вот, или как они делают проповеди актуальные. Поэтому здесь вот в каждом разделе есть очень много примеров. Очень много примеров я привожу из проповедей этих проповедников. На основании их как бы строил вот этот материал, как они проповедуют, как они проповедовали и постарался что-то собрать. Вот, и как я понимаю, наверное, каждому из вас попадет такая книга, потому что я их привез несколько для проповедников. Поэтому вы сможете воспользоваться и читать. Хорошо, мы закончили введение, краткое такое общее введение. Если есть у вас какие-то вопросы или предложения, мы можем сейчас обсудить. Или что-то вы хотите добавить к тому, или что-то вы хотели бы услышать еще, что я не учел в курсе, можете сказать об этом.